Глава восьмая Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул. Как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе, значит, сон еще не кончился. Все это был только сон, и голос, и тень, и все остальное — это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы разогнать чары. Теперь я знаю, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился. Я тотчас вышел из зарослей. Передо мной действительно была Жанна, но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад, когда у нее на сердце было легко, на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление, возгорелся пламень, и в ее лице, и в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного забытья. Поистине казалось, что она только что была где-то далеко, недостижимая для нас, и вернулась к нам наконец. И мне сделалось так радостно, что я хотел бы созвать всех сюда, чтобы поздравили ее с прибытием. Взволнованный я подбежал к ней и сказал. — Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное, ты и представить себе не можешь. Я видел сон. Ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас, и... Она подняла руку и сказала. — То был не сон. Я опешил. Боязнь опять начала овладевать мною. — Не сон? — Почему же ты знаешь, Жанна? — Спишь ли ты сейчас? — Я... Я думаю, что нет. Вероятно, нет. — Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь. И ты не спал и тогда, когда делал отметку на дереве. Я похолодел от ужаса, потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного. Чего-то не от мира сего. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю, ту землю, которой коснулась священная тень. Я ринулся прочь, содрогаясь от страха. Жанна догнала меня. — Не бойся. Пугаться нечего, — сказала она. — Пойдем со мной. Сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну. Она уже готова была начать, но я перебил. Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу. Как же ты узнала, что я сделал отметку на дереве? — Подожди. Дойдем и до этого, узнаешь все. Но объясни мне теперь хоть одно, чья это была грозная тень? Изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень архангела Михаила, вождя и начальника рати небесной. Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю. Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан? Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уж не в первый раз, а в первый раз боялась. Когда это было, Жанна? Года три тому назад. Так давно. И много ли раз ты видела его? Да, много. Вот почему ты так переменилась. Вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь понимаю. Почему ты никому не рассказывала об этом? Мне не было позволено. Теперь можно, и вскоре я расскажу обо всем. Но пока только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной. А раньше никто не видел этой белой тени? Никто. Она не сходила на меня несколько раз, когда были тут и другие, и ты, но никто не мог ее видеть. Сегодня было иначе. И мне сказано, почему. Но больше она никогда не будет видима. Значит, в этом было знамение мне? Знамение, имеющее особый смысл? Да, но я не имею права говорить об этом. Странно, что этот ослепительный свет может явиться перед твоими глазами, а ты его и не заметишь. Он сопровождается голосами, являются несколько святых, сопутствуемые сонмами ангелов, и говорят со мной. Я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне, мои голоса, так я их называю. Что же они говорят тебе, Жанна? Разное. Все о Франции. О чем они больше всего говорили? Она вздохнула. О бедствиях. Все только о бедствиях, о неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать. Так они говорили тебе все это заранее? Да, так что я знала наперед о всех грядущих событиях, и потому я была печальна, как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было так же и слово надежды. Больше того, Франция обещана освобождение, она получит назад свое величие и свою вольность. Но как и через кого? О том не было сказано. Не было сказано до нынешнего дня. При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем. Впоследствии я видел этот огонь много раз, когда трубы призывали к атаке, и я прозвал его боевым огнем. Ее грудь трепетала, щеки оживились румянцем. Но сегодня я узнала. Господь избрал для этого дела недостойнейшее из созданий своих, и по его повелению, под защитой его десницы и его всемогущества, не по своей воле. Я должна повести его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на главу его слуги, дофина, которому надлежит сделаться королем. Я был поражен. Ты, Жанна, ты, ребенок, поведешь рать за ратью? Да, на одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня. Ведь я, как ты сказал, еще ребенок. Я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле. Мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов? Но прошли минуты слабости и больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока с Божьей помощью Франция не освободится от когтей англичанина. Мои голоса никогда не лгали. Не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вокулера. Он даст мне вооруженную свиту и пошлет королю. Пройдет год, и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок. Где разразиться? Мои голоса не открыли мне этого, не открыли и того, что случится в течение года до нанесения удара. Мне суждено нанести его, вот и все, что я знаю. И за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие. В десять недель рухнут великие многолетние труды англичан, и на главу дофина будет возложена корона. Такова воля Господа. Мои голоса ввещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется предсказанное ими, потому что они говорят только истину. Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признало их правдой. Итак, сомневаясь разумом, я верил сердцем. Я верил и с того дня твердо поддерживал эту веру. Я сказал, Жанна, я верю тому, что ты сказала, и теперь я рад, что мне суждено идти на войну, то есть, если мне суждено идти с тобой. Она с удивлением взглянула на меня и сказала, — Правда, тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в походе, но откуда ты узнал? — Я пойду с тобой. Пойдут Жан и Пьер. Но Жак останется. Верно, именно так и назначено. Недавно мне было откровение, но только сегодня я узнала, что те пойдут вместе со мной, и что сама я пойду. — Откуда же ты узнал? Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова, но она не могла вспомнить, и я понял, что она тогда спала или была в забытье, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих откровениях. Я обещал и сдержал слово. В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую в ней перемену. Ее движения и речи отличались особым рвением и решимостью. В ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя. И эта внешняя перемена красноречивее слов говорила о ее превосходстве, но без малейшего оттенка рисовки или хвостовства. Это спокойное сознание власти, спокойное, безотчетное его проявление с тех пор остались за нею, пока она не привела в исполнение свое великое дело. Подобно другим жителям деревни, она всегда относилась ко мне с уважением, сообразно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами. Она давала приказания, не советы, и я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне, я уйду отсюда перед рассветом, никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению. Он посмеется надо мной, будет груб, и, быть может, на первый раз откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в бюре, чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты можешь понадобиться мне в Вокулере. Если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему, значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты двинешься отсюда после полудня и останешься в Вокулере, пока не минует надобность. Я обещал повиноваться. И она пошла своей дорогой. Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все. Она не приказала мне идти вместе с ней, нет, она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня, дворянина. Но нет, и это, как видите, не соответствовало бы ее желаниям. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина, как взглянули бы на это. Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение. Отправиться в Вокулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову. На следующий день после полудня я отправился в город и нанял там скромное помещение. Через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня в следующий день на обед. Это был образцовый солдат того времени, высокий, загорелый, седой, грубоватый. Он вечно произносил страшные проклятия, которых он набрался там и здесь во время походов и сохранял как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, неспосланным человеку богом, на нем была стальная кераса, и он носил сапоги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру и услышал всю эту диковинную ругань и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей, чувства и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости. Она должна будет довольствоваться продиктованным посланием. В следующий полдень я снова явился в замок. Меня провели в обширную пиршественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении, отдельно от общей трапезы. Кроме меня за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами в шишаках и латах. Беседа, конечно, шла все о том же, об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщил слух, что Солсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие, что он успеет начать осаду только к шапошному разбору, третьи, что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор. Только в одном все мнения сходились. Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Поразительно и торжественно была эта внезапная глубокая тишина, сменившая господствовавшая перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил, — хотят говорить со мной? — Да, ваша милость. — Хм, странная затея, право. Приведи их сюда. Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороги и ни за что не решался идти дальше, но продолжал стоять, комкая в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение охватили его. Но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой. Она узнала меня, но не показала и виду. Ее встретили гулом изумления, и даже губернатор пробормотал, — ей-богу, ведь она прелестное создание. Минуту-другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал. — Ну, по какому делу-то явилось, дитя мое? — Я послана к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего. Вы должны послать к дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что господь скоро пошлет ему помощь. Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали. Бедняжка не в своем уме. Губернатор нахмурился и произнес. — Что это за чепуха? Король или дофин, как ты его называешь, не нуждается в вестях такого рода. Он подождет на этот счет, будь спокойна. Что еще желаешь ты мне сказать? — Вот что. Хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину. — Зачем это? — Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предуказано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его. — Как? Ты? Да ведь ты еще ребенок. И тем не менее мне назначено совершить это. — Будто бы. А когда все это должно случиться? В следующем году произойдет его коронование, и после того он останется повелителем Франции. Все разразились громким хохотом. Когда немного утихло, губернатор спросил. — Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями? — Мой повелитель. — Какой повелитель? — Царь небесный. Многие заговорили в полголоса. — Ах, бедняжка, бедняжка! Разум-то у нее совсем помутился. Губернатор кликнул лаксара и сказал. — Эй ты, отведи-ка эту полоумную девчонку домой, да выпороть ее хорошенько. Самое лучшее будет лекарство. Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно. — Вы отказываетесь дать мне солдат. — Почему, я не знаю. Ведь Господь повелел вам. Да, это он приказывает. А потому я приду опять и опять, и, наконец, получу вооруженную стражу. По ее уходе долго шли разговоры. Все дивились, а стража и слуги разнесли эти толки по городу. Из города весть разнеслась по всей области, и в дом Реми уже пересуживали ее на все лады, когда мы возвратились. Глава девятая Природа человека повсюду неизменно. Она благоговеет перед успехом. Неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее своим шутовским выступлением и его смехотворным исходом, и все чесали об этом языки с такой же язвительностью и злобой, как и с усердием. Счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки хоть и не бронили ее, зато были еще злее и нестерпимее. Они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и ночно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. А Метта, маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны. Им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна, потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки и издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она напротив держалась с невозмутимым спокойствием, не выказывая ни грусти, ни злобы, и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство. Но нет, оставалась по-прежнему. Ее отец был рассержен так, что не мог спокойно говорить о ее затее отправиться на войну, точно она мужчина. Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем дозволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет братьям утопить ее, а если они не послушают, то он сделает это собственными руками. Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни, но она говорила, что время еще не наступило, а когда наступит, ей будет указано, и тогда их бдительность не поможет. Лето приближалось к концу. Ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватились за представившийся случай, надеясь положить конец всем ее затеям, выдать ее замуж. Паладин возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним и потребовал теперь исполнения слова. Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Туль, пытаясь привлечь к ответственности за нарушение брачного обета, и когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да оно и понятно. Кто мог бы ожидать, что невежественная крестьянская девушка шестнадцати лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законоведов среди леденящей, торжественной обстановки суда? И тем не менее все ошибались. Собравшись в Туль, чтобы присутствовать при зрелище и насладиться ее испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. Она со своей стороны не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания. Тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность, затем вызвала паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными расспросами все его предыдущие показания распались на лоскутье, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерия и лжи, в конце концов был как бы раздет до нога. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключении несколько слов, весьма лестных для Жанны, которые увеличали не иначе, как «это дивное дитя». После такой победы, после такой похвалы со стороны столь высокого собрания, переменчивая деревня поддалась новому течению и встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ее гордится. Но, тем не менее, каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце. Уже началась осада Орлеана, над Францией все больше сгущались черные тучи, а голоса говорили «жди» и не давали прямых указаний. Началась и тоскливо потянулась зима. Но, в конце концов, наступила перемена. Субтитры создавал DimaTorzok